«На заре ты ее не буди, забыть так скоро, а напоследок я скажу». Знаменитые романцы в этот вечер звучали на сцене солнечного солиста Духового оркестра. Подмосковные вечера блестяще исполнили любимые произведения. «На заре ты не буди, забыть так скоро, а напоследок я скажу». Артисты признались, что романцы занимают одно из центральных мест в их творческой жизни. Исполнять произведения великих композиторов – это большая честь. Романцы – это одно из ярких, замечательных направлений вокально-певческой музыки. Мы, певцы, очень любим исполнять романцы, потому что это безграничные возможности романцевой музыки. Это и романцы классических композиторов, это и старинные романцы, и городские романцы, и современные романцы из кинофильмов. Это всегда завораживает слушателей, это всегда замечательно воспринимается и взрослым поколениями, и детьми. Мы с удовольствием организовали этот концерт, с удовольствием будем петь для наших слушателей. Сегодня будем петь в основном в честь женщины. Это гимн женщины, женской красоте, женской любви, женской чистоты и, самое главное, женскому ощущению того, что без женщин жить нельзя на свете. Нет, как поется в той замечательной оперете. Романцы – это истории любви, не всегда взаимной. Произведения наполнены страданиями и переживаниями героя. А вот Катерина Нефедова постаралась отыскать такие романцы, где любовь торжествует, где нет места печали и грусти. Я все-таки решила обойти эту ситуацию, потому что я человек позитивный и очень люблю нести людям радость. Поэтому я выбрала для своего выступления самые позитивные, самые ударные романсы. Там, кони-звери, все, что было, все, что ныло. То есть в этих романсах женщина как бы утверждает себя как сильная личность, что она может справиться с любой ситуацией, и в том числе с несчастной любовью. Зрители по достоинству оценили исполнение любимых романцев, аплодисменты, цветы, добрые слова. Вот благодарность за душевный творческий вечер. Снился мне сам в подвенечном упоре, в этом саду мы с тобою вдвоем. Звезды на небе, звезды на море, звезды и в сердце моего. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».